Доброе утро! Мария, первый вопрос. Много ли будет на выставке представлено экспонатов? На нашей выставке будет представлено около ста экспонатов из музеев Челябинской и Свердловской области, а также из частных коллекций. А что там будет? Например, оружие, наверное, будет. Правильно? Да, конечно. Оружие у нас. Нам предоставил МИАССКИ КРАИВЕЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. Это шашки, кинжалы. Это все оружие подлинное, где-то 18-19 веков. Оружие, которое где-то, наверное, музей принадлежит и, за кадром мы говорили, частным коллекциям. Правильно? Да. Хорошо. Вы сегодня принесли нам какие-то удивительные вещи. Это экспонаты? Да, это экспонаты. Рассказывай, что здесь есть. Одна из таких интересных вещей, которую я вот увидела впервые. И сейчас люди как бы затрудняются ответить, что это такое. Я не знаю, что это. Я отвечу, что это такое. Это элементарное противокавалерийское оружие, которое разбрасывалось на пути у лошади, чтобы они повреждали ноги копыта. Это со средних веков. Это штука, да, существует. Да, ты что? Ее угадался. Да, правильно. Еще называют ее чеснок или щеснок. И ее раскидывали целыми тоннами, могли раскидывать, чтобы остановить противника. Это, конечно же, было актуально, когда были кавалерии, конной армии и как бы больше в Первую мировую войну. Ну, еще частично во Вторую мировую, в Великой Отечественную, но уже, конечно, там появились мины, появилось оружие. Более убойное, так сказать. Поэтому потребность в этом исчезла, и сейчас вот в музеях только можно и встретиться. А что тут за черевички такие, если я правильно называю? Можно посмотреть? Сапожки, ботиночки. Это удивительный экспонат из Школьного музея города Кировграда. А, глядеть. Нам привезли казачьи сапожки. То есть это ребенка. Ну, они уже залакированы, насколько я понимаю, да, что... Ну, скорее, покрыты, да, каким-то составом, чтобы не разрушались. А сколько им лет? Вот так, эти где-то 19 века. А, сапожки. То есть больше 100 получается, больше 100 лет, а то есть 150. Но выглядят, не знаю, вот по ощущению, если у кого есть дети и кто покупает, выглядят, если бы были новенькие, мне кажется, круче, чем то, что сейчас в магазинах продается. Да, они очень классные. Прямо так, сделано очень здорово, да. Ну, так, казаки особую роль уделяли воспитанию детей, и дети с раннего возраста, особенно мальчики, они начинали учиться буквально с трех, с пяти лет на коне ездить. Девочки учились рукоделию, ну, и модницами были, конечно, тоже, особенно если состоятельная семья. У меня есть вот такая фотография, где такие малышки, а уже вот в сарафанах. Это что, сарафанка? Юные казачки. Вот наверняка у них такие были сапожки. Кожаные, красивые, со шнуровочкой, с металлическими обивочками, с гвоздиками, с красивыми. Слушайте, здорово. А, вижу, на столе меня вот интересует вот этот предмет, это какая-то нагайка, плетка. Что это такое, сколько ей лет, и откуда она у вас? Ну, это не нагайка, это кнут. Кнут, он все-таки больше применялся для пастухами, но, тем не менее, чем вот именно этот кнут в оцене для нас. Это из коллекции Евгения Владимировича Бунтова, и он как раз в царской России. Вот поэтому... Больше 100 лет, 150 уже почти лет ему получается. Из промятной кожи. Ну, конечно, у казаков были нагайки еще и хлысты, а хлыст это вот где-то наполовину кнут. С металлическими сердечниками там, в конце, в кожаных старках. С металлическими, да. То есть большое количество у казаков было различных таких предметов. А что там за книжка? Книга это... Это подарок тоже от Бунтова Евгения Владимировича. И в 1886 года рассказы из библиотеки Оренбургского казачьего войска. Ишь ты! Вот этим она как раз ценна. Ничего себе. Так как у нас в наших фондах не так много экспонатов, посвященных казачеству, вот с такими словами он подарил нам, чтобы у нас пополнялись наши фонды. Очень здорово. Все-таки хочется как-то представлять, как казаки выглядели. У вас еще есть фотографии. Покажите нам, пожалуйста. Да, ну вот такая вот фотография, ее мы привезли из села Уйское Челябинской области. И здесь вот это как раз атаман, последний вот дореволюционный, дореволюционного времени, атаман Уйской станицы. Вот у него атрибут это посох атамана, вот в руках. Можете посмотреть. Так, видно, да. Ага, вот, вот. И здесь как раз можно посмотреть форму, одежду. Все так очень богаты и красиво. Так, на экспозиции будут представлены одежда, насколько я понимаю, какие-то элементы быта. Вот платок у нас здесь есть. А что будет из музыкальных инструментов? Потому что песни, пляски, музыка казачья – тоже отдельная история. Какие там будут интересные предметы? Ну, из музыкальных инструментов у нас гармонь будет. А какие еще были? Вот я специально принесла фотографию, что играли на самых разных инструментах. Они, казаки, очень музыкальным народом всегда были. И песни сопровождали их в быту и в бою. И поэтому инструменты и духовые, и ударные, и гармонии, и балалайки. Вот здесь даже скрипка. Можете посмотреть. Присутствует. Я вижу. Самые разные. Нашел. Спасибо огромное, говори, Марии Казьминой, методисту по фондам Центра традиционной культуры народов Среднего Урала. Выставку этнографических предметов быта и традиционной одежды казачьей станицы можно увидеть в Центре до 26 июня. Ну а сейчас самое время узнать, что же нового произошло в Свердловской области. Передаем слово нашим коллегам программы «События».